Доброе утро! За окнами март, и это месяц праздников, посвященных театру. Более двух тысяч лет назад в Древней Греции шумно праздновали Великие Дионисии. Здесь, собственно, и родился Европейский театр. Времена изменились, а традиции остались. С вами РБК Перм и я, Елена Малинина. Наш разговор о грядущей театральной неделе. 21 марта отвечает свой профессиональный праздник «Все кукольники мира». Наш Пермский театр «Кукол» сделал себе замечательный подарок. Спектакль «Меня зовут Лёк» в постановке Александра Янушкевича вошел в программу «Детский уикенд» в фестивале «Золотая маска» 2018 года. И 17 марта был сыгран в Москве. Все мы так или иначе пытаемся разгадать тайну жизни. Рождение, исследование мира, потомство, смерть. И коротенькая история «Мотылька» — это, в сущности, модель жизни человека. Меня зовут Лёк. Спектакль о волшебстве и философии жизни. Художник Татьяна Нерсисян создает на сцене Вселенную, населенную маленькими существами — жуками, бабочками, улитками, которых окружают огромные цветы, листья, плоды. Зрители оказываются в волшебном мире, где тоже ощущают себя маленькими. «Мотылек» по имени Лёк похож на человечка с носиком, глазками, ручками и ножками. Планшетные куклы здесь не имеют приспособлений для вождения. Их можно рассматривать, озвучивать, брать в руки, играть с ними и в них. В спектакле это делает одна актриса, Анастасия Кузнецова. Она и девочка, и Лёк, и рассказчик истории, и все персонажи. В спектакле нет событий в привычном смысле слова. И все событие. Все впервые. Огромные капли дождя, которые хочется лизнуть. И длинные палки, что оказываются птичьими ногами. И пескомара. И ритм существования различных обитателей травы, улиток, жуков, червячков. Их внешний вид и характер. Все можно рассматривать, слушать, трогать, удивляться. Здесь день сменяет ночь. Весну, лето и осень. И в этой смене есть чудесная неожиданность и мудрая закономерность. В финале Лёк дарит зрителям подарок. Золотистую пыльцу со своих крылышек. Наша человеческая жизнь подчиняется тем же законам. И продолжение нас в памяти наших детей и друзей, в той золотой пыльце, которую мы оставим после себя. Запомни, меня звали Лёк, просит герой. В расставании с мотыльком есть грусть, но она светла. Ибо это мудрость природы, непрерывная смена форм и существ. Вечный круг жизни. 21 марта в Сказариуме состоится встреча с художественным руководителем Пермского театра «Кукол» режиссером Дмитрием Вихрецким, который поделится со всеми зрителями тайнами своей профессии. Но от театра «Кукол» перейдем к театру драматическому. Коллектив «Большая стирка» уже известен и любим в театральных кругах города. Его создатель и режиссер Дмитрий Заболоцких объединяет в своих спектаклях актеров разных театров. У него уже сформировалась своя команда – Александр Смирнов, Дмитрий Юрков, Михаил Шестаков и ежи с ними. Эта великолепная троица вкупе с очаровательной Ольгой Пудовой весело, азартно, с непременной долей грустинки разыгрывает представление под названием «Техника молодежи». Это ностальгический и ироничный спектакль о великой советской утопии, приправленный песнями под аккомпанемент квартета «Каравай», наполненный мечтами о космических полетах и размышлениями об эволюции человеческой природы. В нашем театральном городе есть особая категория спектаклей, малоизвестных широкой публике, но от этого не менее интересных. Это спектакли студенческие. Выпускной актерский курс Пермского государственного института культуры играет спектакль «Сыль на каторжный Родион Раскольников» по роману Федора Достоевского. Руководитель курса, профессор Виктор Ильев и его студенты работали над этим материалом 4 года, читая, анализируя, погружаясь в текст. Сейчас спектакль готов и играется на публику. Здесь нет настоящих декораций, не задействованы технические средства, которыми так богат современный театр. История Раскольникова играется в студенческой аудитории на нескольких стульях. Главное здесь – человек с его сложным внутренним миром, задающий проклятые вопросы, обнажающий перед нами свою страдающую душу. Через три месяца исполнитель закончит институт, и спектакль исчезнет с карты Перми. Успевайте! Ровно через неделю, 27 марта, во всем мире будут отмечать Международный день театра. Но об этом на следующей неделе.